Сегодня в этом видеоролике я расскажу тебе о самых редких вещах в Блокс Рутс, которые только существуют в игре. И каждая вещь из сегодняшнего видео будет настолько редкой, что она встречается менее чем у 1% людей. А есть и пункты, которые настолько редки, что встречаются раз на 10 миллионов. Поэтому ты обязательно смотри ролик до конца, не забудь подписаться, поставить лайк, зайди в мой дискорд сервер, но и мой телеграм-канал. Также зайди, пожалуйста, в мою роблокс группу, ссылочка будет в описании, но... А мы начинаем перед короткой рекламой. Давно мечтал о роблоксах? Тогда заходи на сайт robby.gg. На этом сайте вы можете купить роблоксы по самому лучшему курсу, к примеру 400 роблоксов здесь стоят всего 266 рублей. Robby.gg имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А еще на Robby.gg вы можете получить роблоксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай роблоксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас проходят масштабные розыгрыш на 30 тысяч роблоксов. Не упасти возможность выиграть роблоксы, выполнив простые условия для участия в нем. Покупаю роблоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка роблоксов после оплаты, круглосуточная работа сайта. Это все на Robby.gg. Ссылка на сайт будет в описании. И так, наш сегодняшний первый пункт это выбить мифический фрукт из блоксфрут гачи. Что ж, я даю тебе сейчас 5 секунд, чтобы написать в комментарии, какой же все-таки шанс выбить мифический фрукт из блоксфрут гачи. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Что ж, на самом деле я не знаю, что ты там написал, но настоящий шанс это 11.2%. Вы можете уже подумать, что я вас обманул в начале видео, сказав, что все факты будут менее 1%, но нет. Ведь есть целая толпа людей, которые вообще не докачались до 50 уровня и вообще ни разу в жизни не роллили фрукт. Но при этом они играли в блоксфрут. И я предлагаю даже сейчас нам крутнуть фруктик. Давайте-ка посмотрим, что нам выпадет. И нам падает, нам выпал Дарк Фруид. Ну, как бы это не мифик, даже не легендарь, к сожалению. Но поэтому просто выбрасываем, в принципе, этот мусор и пошли дальше ко второму факту. И вторая вещь сегодня в этом видео, это будет выбить чашу. Да, именно ту самую чашу, с помощью которой можно заспавнить Рип Индру или же Доуч Кинга. И давайте-ка начнем, получается, как же эту чашу вообще можно получить в игре. Потому что я уверен, что многие из вас вообще первый раз о ней слышат. Так, эту чашу можно получить двумя способами. И первый способ это просто выбить из сундука, получается, собираешь сундук и есть определенный шанс, что тебе выпадет чаша. Но если что, чтобы вы сразу уже не бежали получать эту чашу, скажу вам, что сундуки можно фармить таким способом только в третьем море. И только в третьем море можно получить эту самую чашу. Во втором же море можно получить Фист оф Даркнесс, с помощью которого тоже можно заспавнить босса. Но это уже совсем другая история. Получается, что чаша спавнится раз в 4 часа на сервере в каком-то рандомном сундуке. И представим, что на сервере имеется, получается, не знаю, тысяча сундуков и в одном из тысячи сундуков где-то эта чаша валяется и вообще никакой гарантии нету, что вы ее там найдете. Поэтому шанс на это реально очень маленький, что вы вообще найдете эту чашу хоть когда-то, но все-таки этот шанс есть, пусть и очень маленький. И второй способ получения чаши, это получается убивать элит пиратов тоже в третьем море. После убийства пирата у вас есть 5% шанс, что вы получите эту самую чашу. Ну, в принципе, 5% это уже достаточно много, причем тебе не надо ждать так много. Получается, что элит пират спавнится каждые 10 минут, и если честно, это не так уж и долго. Получается, поэтому, если ты захочешь получать эту чашу, получается, тебе лучше всего убивать элит пиратов. Это самый эффективный способ. И вторая часть этого факта, это то, что можно с помощью этой чаши призвать Рип Индру или же Доуч Кинга. И давайте-ка сейчас поговорим насчет них подробнее. И так, что насчет Рип Индры, получается, что тебе одной чаши будет недостаточно. Тебе еще надо 3 легендарных цвета хаки. Что такое цвета хаки? Цвета хаки это такая штука, которая надевается на руки или на все тело. Вот, как видите, у меня вот эта белая обводка. Всего есть 3 легендарных цвета хаки, как я уже вам ранее и сказал, получается. Первый легендарный цвет, который, получается, даже на мне прямо сейчас одетый, это белый. Второй легендарный цвет, это красный. И третий легендарный цвет, это, получается, что розовый. Розового цвета даже у меня нет, если честно, поэтому, в принципе, мне надо будет его как-то получить. Как же получить эти цвета легендарного хаки? Первое, тебе надо найти продавца хаки, который продаёт именно этот цвет хаки, который тебе нужен. И далее тебе надо заплатить ему 7500 фрагментов, что на самом деле очень-очень много. У меня сейчас всего 2800 фрагментов, поэтому даже если я прямо сейчас найду этого торговца, мне всё равно не хватит фрагментов. Но если цветов этих у вас нету, но вы нашли чашу при этом, то вы можете позвать своего друга или просто какого-то чела на сервере. И тогда с помощью своих легендарных цветов хаки он может нажать нужные кнопки и всё, вы сможете призвать Рип Ингру. С Доуч Кингом там ещё более мутная ситуация, тебе надо 10 какао, которые очень долго выбивать, и потом убить целых 500 самых жёстких NPC в игре. Поэтому это тоже очень тяжело. Кстати, убив Доуч Кинга, у тебя разблокируется тесто рейд, чтобы вы понимали. Пункт номер 3 это получение блейсинга или курса дзачара. Так, я думаю, что насчёт скроллов уже все знают всю эту информацию, но давайте-ка сейчас я вам скажу, какие же здесь всё-таки шансы получаются. Итак, шанс на получение блейсинга из легендарного скролла составляет у нас всего 3%, что на самом деле очень-очень мало. Но когда я открывал легендарный скролл, мне с самого-самого первого легендарного скролла выпал уже блейсинг. То на самом деле очень-очень круто, и я думаю, что много кто заведует моему видению. Но шанс на выпадение блейсинга с мифического скролла составляет 10%, что уже почти что в 3 раза больше и намного-намного лучше. Но опять же, эти скроллы очень тяжело получить, и на их получение уходит очень-очень много времени. Что же насчёт курса дочаров, я даже сам не знаю, какой шанс на их получение, можете написать в комментарии. Кто знает, будет очень интересно почитать. Но я на 100% уверен, что их шанс получения намного-намного меньше, чем получение Блэйсинга. Поэтому это тоже очень-очень редкая вещь. И следующий, четвёртый пункт сегодня в этом видео, это получение В4 расы. И начнём с самого начала. Первое, что тебе надо, чтобы получить В4 расу, это убить Рип Индру и Дождь Кинга вместе. То есть тебе надо будет 2 раза получить чашу и 2 раз убить самых-самых сложных боссов в игре. То уже очень-очень тяжёлое начало, но на этом ещё не конец, это самая простая часть получения В4 расы. Ведь потом тебе надо будет найти Мираж Остров, который спавнится с очень-очень-очень маленьким шансом, реально очень мелкий шанс. И потом на этом острове в полной темноте найти какую-то шестерёнку, которая очень маленькая, и на целом острове тебе надо будет найти одну шестерёночку. Если что, размер Мираж Острова получается, я не знаю, где-то в 2 раза больше, чем остров, на котором я сейчас нахожусь. Ну, а может примерно как вот этот весь круг, но я не уверен. Но получается, что Мираж Острова, он полностью идёт как лес, и там очень много стен, и там очень тяжело что-то разглядеть, особенно ночью. Но допустим, что ты выполнил этот шаг, и дальше тебе надо будет проходить триалы. То есть тебе надо будет сражаться с людьми, чтобы получить свою шестерёнку и получить В4 расу, что реально очень-очень долго и очень запарно. Поэтому я думаю, что вы со мной согласитесь, что это очень тяжело, и на это очень маленький шанс. Но это всего четвёртое место, так что ещё есть 6 фактов, которые намного-намного реже этого, так что смотри дальше. Пункт номер 5, это получение Dark Blade V3. И в виду я имею именно Dark Blade V3, ни в коем случае не путайте его с итройным Dark Blade, ведь это совсем разные вещи. Если что, V3 Dark Blade даже есть у меня, поэтому вот сейчас вам его покажу. И первое, что тебе надо сделать, чтобы его получить, это как бы получить обычный Dark Blade. Ну а чтобы его получить, тебе надо заплатить 1200 робусов, что на самом деле очень-очень много. Другого способа получения Dark Blade вообще не существует, то есть ты его не можешь выбить ни из какого босса, ни из какого репиндера, то есть даже об этом не думай. Что ж, допустим, ты получил обычный Dark Blade, и что же тебе следующее надо сделать, это получить V2 Dark Blade. Dark Blade V2 получить на самом деле очень-очень просто, но я не буду говорить, как это сделать, в принципе, это очень просто, а это просто займёт сейчас время в видео. Но его получение реально без шуток займёт примерно 5 минут, это реально честно. Но что насчёт Dark Blade V3, это полный капец. Чтобы его получить, тебе надо найти 2 Fist of Darkness во втором море. Как же их получить? Тебе надо, получается, собирать сундуки, как я говорил, с чашей получается, но это всё надо делать во втором море. И эта перчатка, она тоже спаунится раз в 4 часа в каком-то сундуке, как и с чашей. Всё точно идентично. Но этот способ тоже не единственный, ведь получается, что ещё есть один способ, который тоже намного лучше, чем у сундуки. И получается, ты можешь просто убивать Сибита во втором море, и есть шанс, по-моему, тоже 5% получается, что тебе выпадет эта перчатка. Но насколько я знаю, ты не можешь хранить 2 перчатки на одном аккаунте, поэтому тебе надо будет друг, который тебе в этом поможет, или же твинг. Получается, что 2 устройства. Получить 2 перчатки, получается, при этом, чтобы у тебя не вылетел интернет, это очень-очень тяжело. Поэтому, как бы, ну, я думаю, вы меня поймёте. Ну, да и ещё не у каждого есть 1200 робуксов, я уверен, что у тебя их нету. Ну, в принципе, я не знаю конкретно за тебя, но просто думаю, что у много, но у кого нету столько робуксов. И реально у малого пациента людей, которые играют в Блоксрутс, есть салом Даркблейд. Переходим к пункту номер 6, и что же это такое? Это у нас ивентовские материалы. И что я имею в виду под этим словом, это, получается, всякие конфетти, сердечко из праздника Святого Валентина, и всякие прочие материалы, которые прямо сейчас вообще никак нельзя получить. Также к этому относятся, получается, конфетки, насколько я знаю, они с Нового Года или Рождества. Поэтому прямо сейчас их никак вообще нельзя получить. Но если этот ивент вернут на следующий год, то, в принципе, их можно будет получить. Ну, поэтому шансы, как бы, не равняются нулю, что его прямо вообще никак нельзя получить. Но, на самом деле, шансы реально очень маленькие, потому что мы не знаем, вернут ли этот ивент или нет. Пункт номер 7, это получение Даркдахера. Да, Даркдахер это тот самый мини-ножечек из игры, который очень-очень похожий, причем на Даркблейд. Но его способности очень сильно отличаются, на самом деле. И даже у меня нету этого меча. Как же его все-таки получить? Что ж, начнем с того, что этот меч падает с босса под названием Репиндера, которого я уже рассказывал в этом видео. И я думаю, что вы уже о нем все знаете. Так вот, после убийства этого босса у вас есть 2.5% шанс, что вы получите этот самый меч Даркдахер. Но сам факт, что Репиндеру заспавнить очень-очень тяжело, а еще и шанс на выпадение этого меча очень-очень маленький. Я думаю, что вы понимаете, что это одна из самых редкостных вещей в игре. Я даже не знаю, что будет более редко и получается Даркблейд В3 или Даркдахер, можете написать в комментарии. Будет интересно, опять же, почитать. И восьмая, самая редкая вещь в игре, это получается Перманентный Дракон. Что ж, раньше он не был такой редкий, но прямо сейчас его вообще нельзя никак купить. Вообще ни за какие робоксы, ни за какие деньги вообще сейчас нельзя получить Перманентный Дракон. Только через трейды, насколько я это знаю. Потому что Дракона сейчас реворкают, и в принципе он будет просто очень-очень анимовый, и они не дают доступ, чтобы его купить наперед. Ну и в принципе в этом я немного даже понимаю разработчиков, на самом деле, потому что они хотят больше заработать, как бы да. Но если честно, это достаточно коварная тактика, я не знаю даже, что об этом сказать вам. Я бы очень хотел себе Перманентного Дракона подарить, пожалуйста, у кого есть в интере. Так вот о чём я. Получается, что Дракон сейчас очень-очень редкий, а его будущая цена, когда уже выйдет реворк, будет 5000 робоксов. Что будет уже на 1000 робоксов больше, чем стоит Китсуны прямо сейчас Перманентная. Поэтому это будет самый-самый редкий геймпас в игре, который будет существовать в Блокс Фруц на данный момент. Ну и 5000 робоксов реально есть очень-очень у малого процента людей, которые играют в Блокс Фруц, и очень мало кто может позволить себе Перманентного Дракона. И так, девятая вещь сегодня, это личная роль ютубера. Что ж, я думаю, что вы знаете, что если у вас есть 100 тысяч подписчиков на канале по Блокс Фруц на ютубе, то вы можете подать заявку и получить свою личную роль в Блокс Фруц. То есть там будет вообще написано, что угодно, то, что вы пожелаете. К примеру, я бы мог там написать, не знаю, какой-то изикстим или что-то типа того, поэтому, пожалуйста, бро, помоги мне добить 100 тысяч. Я очень сильно хочу себе такую роль, и только ты мне можешь в этом помочь, поэтому, пожалуйста, бро, подпишешься, мне будет очень-очень приятно. Это прямо вот моя мечта, если честно. Но так же эту роль могут получить не только ютуберы, а те, кто убил ютубера. То есть представим, что ты зашел за мной, убил меня, и ты получишь ту роль, которая была у меня. То есть представим, что я создал роль какую-то под названием изикстим, и ты просто зашел за мной, убил меня, и всё, ты получишь эту роль. И всё, ты тоже будешь, не знаю, какой-то команде Изикса, скажем так, поэтому это очень круто. И последний, десятый факт, это получение Трипл Дарк Блейда. И да, я вам говорил, чтобы его вы не путали с Дарк Блейдом В3, потому что это совсем-совсем разные вещи. И так, как же получить Трипл Дарк Блейд? Что ж, этот меч могут получить только админы Блокс Фрутца. То есть, простым смертным, как я и ты, он просто никак не доступен. Но, в принципе, шанс на получение его на самом деле есть и для меня, и для тебя. Потому что, если очень захотеть, мы можем стать супер-мега-программистами, стать в команде Блокс Фрутца, создавать игру, получиться, разрабатывать Блокс Фрутца обновления и так далее. И тогда, возможно, мы получим этот Дарк Блейд, но и то я очень сильно в этом не уверен. Так что, эта вещь самая-самая редкая в игре на данный момент, и, в принципе, больше ничего реже не существует. Я думаю, что каждый бы хотел себе такой меч, просто банально перед другом похвастаться, как бы, да, очень круто. Ну, а на этом этот ролик подходит к концу, ты опять же не забудь подписаться, поставить лайк, зайди на мой дискорд сервер, посмотри мои другие ролики. Также, пожалуйста, купи мини-изикса на плечо, вот-вот-вот-вот-вот этот, он всего стоит 15 робоксов, поэтому, пожалуйста, бро, купи-купи-купи. На этом всё, всем удачи и всем па-ки-да.